всем приветики дорогие наши друзья с вами канал краски же сегодня с вами буду я лена приехали мой самый центр находимся в городе севастополе на набережной у нас это называется приморский бульвар сегодня зацвели тюльпами природа расцветает уже очень тепло вы видите я футболочки то есть очень жарко на улице солнце светит природа преображается и мы очень хотим поделиться с вами красотой нашего города той нашего моря нашей набережной и нашего приморского бульвара давайте пойдем посмотрим как преобразает преображается все весной как было зимой все грустно и как весело весело и жизнерадостно и красиво становится весной так весна в крыму сегодня выходной день конечно парковки все забиты нам чудом удалось припарковаться я сегодня с андреем вот и покажу вам сколько людей гуляет с детьми семьи гуляют выходят греться на солнышко любоваться морем наслаждаться весной и конечно же цветением тюльпанов это наша летняя эстрада которая называется ракушка она была здесь всю жизнь даже с моего детства сейчас ее реконструировали сделали вот такой вот приятный летний театр здесь проходят разные мероприятия выступают разные коллективы севастопольские дети выступают всякие конкурсы проводятся и так далее поэтому здесь достаточно популярное место приходят послушать посмотреть полюбоваться на талантливых людей на фоне звучит музыка живая он человек играет на флейте прекрасно и идем потихонечку приближаемся посмотрим цветение тюльпанов сметь какая красивая яркая трава сочная пока не наступил июль а в севастополь в крыму июль и август самые горячие месяца она обычно все выгорает но здесь и вряд ли выгорит потому что здесь идет оптополив здесь конечно же ухаживают этим всем но эта трава до первой жары сейчас хочу вам показать какие красивые тюльпаны распуститься посмотрите какая красотища единственное что они уже полностью раскрыты это уже не бутоны но выглядит весьма красиво правда же вот фонтан скоро заработают фонтаны будет огромнейший фонтан шум воды и вот такой видите даже вальс звучит это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я показываю вам обстановку в нашем городе Вы видите лица людей, которые отдыхают Посмотрите, все улыбаются, радуются жизни, гуляют У нас все хорошо Смотрите Вспомните это место несколько дней назад, когда мы снимали жуткий шторм, как здесь разбивало Набережную же добивало окончательно И сейчас какой прекраснейший день И все радуются жизни Море уже не серое, не коричневое Море стало таким, как оно было всегда Ласковым, синим Небо голубое Почему бы Нет Небо голубое Ой, как вкусно, да? Вкусно? Понравилось им? Вот Альбатрос 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 Давайте зайдем сюда. Покажу вам, какие здесь сосны на Приморском стелец. Видите, ветки прям по земле. Ветка прям прохлада сразу. Такой островок, как говорится, леса в нашем парке, в нашем Приморском. Красиво. Лапы у елей дрожат на ветру. Помните, да? Очень похоже лапы, раз лапистые такие ели. Раз лапистые. По собственной виду сейчас будет большая аллея цветочная. Мы сейчас с вами посмотрим, как цветут тюльпаны. Это наша главная аллея цветочная в городе. И какая здесь красота, ребятки. Ну да, хорошо, что мы успели сегодня приехать именно в самый разгар. Солнце как раз светит оттуда, откуда надо. Скажем так, сейчас мы с вами насладимся этой красотой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, еще вы спрашивали на стриме по поводу севастопольских маринистов. Сейчас мы с вами узнаем, сколько стоит корабль. Эта самая картина с кораблем, которая всем приглянулась. Сейчас прям при вас узнаем ценник. Сколько хочет за меня. Вот она еще здесь продается. Вот эта картина, которая похожа на картину Айвазовского. Сейчас узнаем, сколько. Скажите, стоимость вот этой картины? 25 тысяч. Все, она как есть, с багетом, все, 25 тысяч, да? Даже скажут больше, с веревочкой. Хорошо. Вчера пачку, говорит, забрали. Тут очень хорошо все это расходится. Вот с художником разговариваю. Красиво. Классик. Да, классик. Снять маринист. Классик, да. Севастопольский маринист. Да, не превзойдем. Да, 25 тысяч. Стром. Главное, скромно. Я считаю, для такой картины... Это только подчеркивает мою гениальность. Для такой картины это вообще не цена. Поэтому, если придут, скажут от нас, значит, за 25 отдайте. А то сейчас повысите цены в два раза. Классик, не хотим. Да. Спасибо. Вот здесь красиво. Вот. Это вот чисто Крым. Как я его вижу, понимаете? Вот это мое детство. Так вот выглядит примерно. Примерно. Так. Вот видите, все, что он может нарисовать. Красотища. То есть, даже под заказ можно такое сделать. 25 тысяч. Блин, я думала, тысячи сто. Честно. Я, честно, знаете, что люблю? Я вот такие вот люблю вещи. Вот такого плана я люблю вещи. Сколько такая картинка? Вот такая картина. Сколько стоит такая? Добрый день. Здравствуйте. 5 тысяч. А, я люблю такие просто. Знаете, в дожде. Ой, какая красота. Смотрите. У меня такая картина была. Мы такую покупали. Мальчик тоже такой. Передается, да? Такую я другую немножко одевала. И сегодня у меня брали. Не, не, я в Ялте брала. А, в Ялте. Вот смотрите, какая прелесть. Девчуля. Холст с маслом. Холст с маслом, ребята. Смотрите. Красотища. Покажу. Можно вас показать, автора покажу? Вот, пожалуйста, подходите. Кому интересно. Севастопольский. Да, пожалуйста. Это я для своих зрителей показываю. Были очень много вопросов. Все спрашивают, хотят приехать сюда, что нам купить. Я говорю, вот, покупайте, севастопольские художники. Это красота. Ну, вот эта аллея, да. Да. Спасибо. Я вам скажу, что ценник. Ну, эти какие-то не себе дешево ценят, честно. Не знаю, напишите, как у вас вообще средний ценник на картину именно художников. Сегодня мы с вами поразглядываем получше. Сегодня и побольше всего. Смотрите, ирисы какие красивые, пионы. Красотища. Ну, вот это сделано из пня, как я понимаю. Это просто из коряги. Это просто рыба. Я хотела сказать, что только суббота и воскресенье тут аллея стоит. Я знаю. Вы приходили в один день, здесь один только стоял. Да, да. Ага, хорошо. Спасибо. Суббота и воскресенье. Так. Ну, в общем, вы поняли, да? Это возле, между двадцом детства и юности и театром Молочарского. Это Приморский бульбар, самый центр. Что еще вам такие необычные картины показать в таких темных тонах? Тоже, видите? Красиво. Посмотрите, какой фэнтези. Вот уже фэнтези. Это наше, типа, ласточкино гнездо. Это в каком-то фантастическом сюре. То есть, ее художник так видит, понимаете? Это какой-то параллельный мир, скажем так. Смотрите, как здорово. Интересно. Это тоже темная башня или это типа маяк. Вот еще ласточкино гнездо. Смотрите, здорово. А сколько такая черная картина вот большая? Сколько такая черная, здравствуйте? Семнадцать тысяч. Это масло? Сос масло. Сос масло. Это такие фантазийные. Вот вы как бы преображаете, допустим, берете ласточкино гнездо и делаете фантазию свою, да? Какие-то замки, какие-то башни. То есть, это с вашей головы все, правильно? Ну, супер. Вообще интересно, конечно. То есть, реальность переплетена с такой фантазией художника. Интересно. Семнадцать тысяч, блин, вообще. Вот еще маленькие такие вариантики тоже есть. Я думаю, тоже они не очень дорого стоят. Хочу показать. Севастополь. Осень. Такая вот у нас осень настоящая. Золотая. С желтыми, красными листьями. Зелеными, с коричневыми. Посмотрите. Кто узнает, какая это улица? Напишите, кто севастополец. Напишите, какая улица. Я-то знаю. Ты сразу невооруженным взглядом видишь. Это понятно. Это всем понятно, что это. Это балаклава. А вот это... Ну-ка, кто отсюда из Севастополя? Что это изображено? Какая улица? Пишите. Просто интересно. Знаете? Так, ну мы же еще не закончили с тюльпанами. Сейчас еще пойдем доснимаем. В общем, так. Передаю атмосферу выходного дня. Крым. Город-герой Севастополь. Показываю вам. Я приглашаю всех сюда летом, весной. Ребят, значит, природа распускается. Настроение, естественно, сразу на несколько градусов выше. Уже хочется снимать. Уже хочется вам показывать эту красоту. Севастополь просто весь в цветах. Это сейчас идут тюльпаны. Отцветут тюльпаны. Будут высажены другие. Хризантемы будут высажены. И все сезонные цветы. И здесь сам зеленхоз работает очень хорошо. Вот вы представляете? Это каждый тюльпанчик вручную высаживают. Еще показывали мы зимой. Здесь была голая клумба. Здесь была черная земля. И вручную повысаживали всю аллею. Также цветочки. Вот такие анютины глазки. Они у нас называются. Как у вас называются такие цветы? Скажите, пожалуйста, напишите в комментариях. Они просто в вашем городе или в вашем регионе имеют другое название. Поэтому было бы интересно узнать, как они у вас называются. Театр. Драматический театр имени Луначарского. Здесь дают выстроли очень-очень известные коллективы. И приезжают очень известные актеры. И мы не имеем недостатка здесь в культурных мероприятиях. Здесь театру, ну и вообще искусству, культуре выделяется очень большое внимание. И так же, как и спорту, строятся новые спортивные комплексы и так далее. Ну и строится новый театр. Оперы. Это грандиозное строительство. Равных этому театру не будет вообще нигде. Конечно, я сделаю обязательно обзорчик, который именно строит. Еще года два-три будет строиться. Но это будет невероятно. Музыка. 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 Конечно, в завершении нашей прогулки кофейня. Куда же без нее. Наполеончик и кофе. Капучино. Я буду ждать здесь Сережу и Андрея. Привет. Это я. Музыка. Музыка. Тимун. Музыка. 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 спасибо